В Березовском районе участились случаи дистанционного мошенничества. В минувшее воскресенье 11 апреля состоялось закрытие зимнего спортивного сезона 2020-2021 года. В Березово некоммерческая организация «Здоровье нации» организовала военно-спортивную игру «Зарница». 10 апреля в поселке Березово регионально-общественная организация «Здоровье нации» и молодежный парламент при Думе Березовского района при поддержке главы городского поселения Дмитрия Чупрова организовали военно-спортивную игру «Зарница», посвященную Дню космонавтики. «Проходили трассу довольно сложную, также была у нас стрельба, искали сгущенку, отгадывали загадку. И последний этап был – это найти флаг и с целыми погонами вернуться на финиш. Так мы определили нашего победителя». Спортивно-массовое мероприятие состоялось на берегу ручья Голчин-Лор. В состязаниях приняли участие 4 команды, по 8 человек в каждой. Начало было традиционным – общее построение, где командиры обязательно сдавали рапорт, а судьи проверяли готовность каждой команды. После получения маршрутных листов все отправились на соревнования. «Прежде всего «Зарница» воспитывает командный дух. Здесь крепнет дружба. И те, кто будет участвовать, проходить все испытания сегодняшней игры, вы научитесь быть, что называется, полезной частью своего коллектива, сильным звеном, от действия которого в дальнейшем во многом зависеть будет будущая победа вашей команды». По традиции участники команд проходили сложную дистанцию с препятствиями. Им предстояло показать свои знания и умения на разных этапах игры. Перетягивание каната, стрельба по мишени, перевозка раненого – и это далеко не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. А одним из самых динамичных и захватывающих этапов игры оказался этап «Минное поле» и поиск банок тушенки со сгущенкой в снегу, на которых были подсказки. И не меньше интерес у участников вызвала викторина на тему освоения космоса. «Тактика игры подразумевает все-таки меньше затрачивать время на какие-то задания в пользу того времени, которое там в будущем понадобится на следующих испытаниях. Поэтому даже если ты вначале стартанул последний, у тебя есть все шансы на победу. И наоборот. Если ты стартанул с самого начала, первый выиграл, вот первое испытание по перетягиванию каната, не факт, что ты дойдешь с флагом и со своими погонами. Но погоны целые, все погоны живы, ни один погон не пострадал. Время провезли великолепно вообще. Организаторам огромное спасибо. И вот я думаю, что это не последняя игра». Игра проходила очень дружно и организованно. Все команды прошли этапы очень достойно. Ведь каждый из участников понимал, что сегодня действительно один за всех и все за одного. А победителями военно-спортивного мероприятия стала команда «Экипаж». Ее участник Михаил Сафронеску первым обнаружил флаг и добрался до финиша. «Игра очень интересная. Сам не ожидал. Очень яркие ощущения. Все прекрасно. Ну, флаг как нашли. Мы, как правило, первые побежали у нас по времени самое маленькое время. Мы побежали первые. Так сбылось, что я увидел его. Был спрятан хорошо. Трудно было его найти. И побежал вперед, меня уже начинают догнать. Я не могу. Кидаю соперника, ну, партнершу. И все, донесли». Заключительным этапом мероприятия стало торжественное награждение всех участников дипломами. А победителям были вручены награды в виде шести бесплатных посещений бассейна или спортивного зала в спортивном комплексе «Виктория». И, конечно, всех гостей и участников мероприятия угощали гречневой кашей с тушенкой, приготовленной на костре, и сладким чаем. Яна Бурим, Олег Оносов, АТВ «Березово». 10 апреля в 15.04 на телефон дежурной части полиции поселка Игрим поступило сообщение от жительницы поселка, что ее ввели в заблуждение, и она перевела денежные средства на сумму около 600 тысяч рублей. Ситуацию прокомментировал майор полиции Баатар Бальджиков. В ходе разбирательства нам было установлено, что события имели место быть 5 апреля. На сотовый телефон гражданке позвонил неизвестного мужчина с абонентского номера 499-405-3664 и представящийся сотрудником службы безопасности банка ПАО «Открытие» под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств третьими лицами убедил снять со счета в банке ПАО «Открытие» денежных средств. Далее, по инструкциям неустановлено лица, жительница нашего поселка сняла денежные средства и по указанию этого же лица прошла расположена в соседнем магазине банкомат и осуществила зачисление денежных средств на номера сотовых телефонов, указанных неизвестным. Таким образом, осуществила 39 переводов денежных средств на 23 абонентских номера. В результате мошеннических действий жительница нашего поселка потеряла свое денежные средства и ей был причинен крупный материальный ущерб в размере 585 450 рублей. В последнее время ситуация с подобными фактами преступления осложнилась. В Березовском районе с начала года подобным методом лишилась своих накоплений жительница деревни Хулимсунд. Размер ущерба составил полтора миллиона рублей. Ежедневно в России регистрируется большое количество преступлений, совершенных именно удаленно, с использованием информационных технологий, сотовой связи и сети интернет. Может поступить звонок от представителя брокерской компании с предложением быстрого обогащения за счет торговли на финансовых рынках, с просьбой установить на телефон или компьютер специализированное программное обеспечение. То же самое, это чистой воды машинские действия. Также жулики успешно используют наши эмоции. Фраза «Вы стали победителем розыгрыша» открывает все двери, кошельки и счета людей. В полиции проводится ежедневное мероприятие профилактического характера, направленное на недопущение совершения фактов мошенничества дистанционным способом. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Вам сотрудники полиции обращаются, с вами проводят профилактические беседы, вам распространяют памятки, наглядные материалы. Там все способы, какие основные способы мошенничества расписаны. Будьте внимательны, пожалуйста, читайте, пожалуйста, и никому никогда не сообщайте свои персональные данные, номера, телефону. Олеся Кривенок, София Юнусова, Дмитрий Нетин, АТВ «Березово». Ежедневно в Березовский районный архив приходят люди. За последние 85 лет сюда обращались тысячи жителей Березовского района и не только. Но, как правило, здесь тишина. Документы требуют особого обращения и особого климата. Сегодня помещение архива отвечает всем современным требованиям. Это удобные в работе передвижные стеллажи. Все документы закартонированы, что помогает уберечь их от света и пыли. Также современная пожарная и охранная сигнализации и порошковая система пожаротушения, благодаря которой в случае возгорания порошок потушит и не испортит документы. А также для соблюдения температурного режима предусмотрен кондиционер и увлажнитель воздуха. Современная аппаратура позволяет проводить видеоконференции, которые проходят в специальном зале. А все вместе это позволяет в полной мере использовать все возможности архива. Березовскому районному архиву 85 лет. Но сколько бы ему ни было, функции остаются неизменными. И архивное дело зиждется на четырех китах. Первое – это комплектование архива. Второе – это учет документов в архиве. Третье – это сохранение документов. И четвертое – использование принятых документов. По первой функции по комплектованию архивов. Хочу сказать, что сегодня архивный фонд Березовского района комплектует 34 организации источника комплектования. Это практически все учреждения, которые расположены в нашем районе. Архивное дело – работа непростая. Ее успех прежде всего зависит от людей. В Березовском архиве работают всего три человека. Но со своими обязанностями они справляются в немалой степени. Потому что эта работа им нравится. Я, когда училась, у меня не было практики по архивоведению. Я только теорию немножко знала. Когда я сюда пришла, у меня была ассоциация, архив. Это как раньше в КГБ, личные дела на каждого работника, на каждого жителя. Я, в принципе, немножко архива не понимала. И когда я уже начала оформлять справки, когда мне начали объяснять, как информацию искать, что такое фонды, где оно стоит. И когда я увидела эти потрепанные корешочки, оно прям такое все старое, такое все миленькое. Вот для меня первый день был здесь. Очень прям такое... Я попала прям в такую сокровищницу. Мне вот это больше всего понравилось и запомнилось. Входит в обязанности сотрудников архива ежедневное общение с людьми. Причем посетители приходят не только для того, чтобы воспользоваться предоставляемыми здесь услугами. Иногда они приносят материалы из собственных запасников, а иногда и просто дарят подарки. Выпустил сборник осенью. Через Москву, через Тюмень, Москву, авторские права все защищены. Поэтому я, чтобы сохранилось все это, дарю архиву, ну и музеи тоже. В стране набирает обороты волонтерское движение, а лишние руки никогда не повредят. Именно поэтому возникла идея о добровольных помощниках архивного отдела для помощи в сохранении документального наследия, поисковой разыскной работы и продвижении проектов и выставок архивных материалов в медиапространстве. Если проект окажется успешным, то это еще раз подтвердит, что благодаря совместным усилиям Березовский районный архив по-прежнему остается одним из самых востребованных учреждений муниципалитета. 12 апреля в Березской центральной детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Сегодня ребята узнали о первом космонавте Юрии Гагарине, о его детстве, юности, о том, как случился первый полет, узнали о животных, которые побывали в космосе, и еще узнали факт о том, что была собачка-звездочка запущена дублером Юрия Гагарина за несколько дней до его полета в космос. Это было сделано за три недели до полета Юрия Гагарина. Ребята отвечали на красочную презентацию, вопросы были заданы. Ребята, в принципе, такие шустрые и о космосе знают. Очень приятно, что они обращаются именно в библиотеку за этой информацией. Очень приятно, что они любят слушать именно о книгах и приходить, и именно обращаться к тем книгам, которые мы представляем. Ребята узнали, что в 1961 году гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Сегодня было мероприятие в день космоса, 12 апреля. А что вы здесь делали? Мы нам здесь рассказывали о космосе и было очень интересно. А вообще тебе понравилось сегодня мероприятие? Конечно, понравилось. Всем, наверное, понравилось. Также было рассказано о советских собаках-космонавтах «Белки» и «Стрелки», которые совершили космический полет на корабле «Спутник-5». Я знаю, что полетели «Белка» и «Стрелка» на космос. Но отбывали, как и арена нам задавали вопросы. Еще они узнали о первой в мире женщине-космонавте Валентине Владимировне Терешковой. У нас сегодня было мероприятие на день космонавтики, 12 апреля. А что ты интересное узнала? Я узнала интересного, что женщина летала в космос. Помнишь, как зовут ее? Нет. Я знаю про космос, что там нет кислорода. А как они там выживают? У них в скафандре есть специальный чемодан такой, там кислород. Они кушают космическую еду в тюбиках. Да? Ты видела такое? Да. И как она, вкусная, думаешь? Думаю, да. Дети участвовали в интерактивной викторине, посвященной космосу, где по итогам правильных ответов на экране закрашивалась картинка. Вместе с детьми на мероприятии присутствовал их классный руководитель. Мы сегодня все уроки посвятили именно космосу. Читали текст на чтение про первого космонавта, отвечали на вопросы, разгадывали кроссворды. В общем, провели очень весело и интересное время. Ребята приготовили скафандры, различные маски. И просто праздник прошел на ура. Спасибо огромное, конечно, библиотеке нашей. Ровно 60 лет назад первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал, поехали, открыв эру освоение человеком космического пространства. Анастасия Князева, Олег Коносов и ТВ Березова. 13 апреля детский сад «Кораблик» провел для группы «Смешарики» космическую зарядку. Физическая культура в детском саду это важная составляющая общего развития ребенка. Именно поэтому в детском саду большое внимание уделяется развитию мышц детей, их ловкости, силы и выносливости. Расскажи, что ты знаешь про космос? Там Солнце. А еще что есть? Планеты, звезды. А ты, если бы полетел в космос, что бы там делал? Ну, управлял ракетой. Управлял бы ракетой? Да. Физкультурное занятие проходило с использованием интерактивных технологий и было приурочено ко дню космонавтики. На экране ребятам были показаны движения, которые они с радостью выполняли. Движение детям показывал космонавта Леша и веселая зебра. А расскажи, что ты знаешь о космосе? Я знаю, что там есть звезды и планеты. Сама хотела бы побывать в космосе? Да. Да? А что бы ты там делала? Я бы хотела летать про Кейти. Расскажите, что вы знаете про космос? Там есть планеты. А еще что есть? Звездочки. Знаете каких-нибудь космонавтов? Юрин Гагарин. А еще кто-нибудь летал? Белкая стрелка. А кто такие белкая стрелка? Это собаки. Они тоже летали в космос? Да. А зачем они туда летали? Чтобы спасти планету. А вы сами бы хотели побывать в космосе? Да. Все бы полетели? Да. Что бы там делали? Я бы там планеты изучала. А ты бы что делал? Летал. Летал, а ты? А я бы там звезды изучала. Анастасия Князева, Олег Коносов, Атава Березова. 9 апреля в общественной организации «Наследие города Березова» состоялось открытие выставки, посвященной 60-летию первого полета человека в космос, на которой было представлено более 20 предметов, связанных с космонавтикой. Космонавтика развивается и с развитием космонавтики за эти 60 лет было много выпущено различных предметов, различных книг, детские были игрушки. И вот многое осталось в семьях, как березян, так и всех людей по стране. И мы решили сделать небольшую вот эту выставку, посвященную предметам, которые сохранились у членов нашей общественной организации. В конце 70-х, начале 80-х годов на приполярном Урале находился обогатительный цех. И во время 118-й полярно-уральской экспедиции в нём добывали и отбирали самый качественный хрусталь, который в дальнейшем обрабатывали и пускали на изготовление радиотехнических деталей и иллюминаторов для космических кораблей. Именно поэтому среди представленных вещей на выставке одним из предметов стала хрустальная друзда. Мне понравился на выставке хрусталь. Он используется для радиодеталей. И мне нравится ходить на выставки, потому что там красиво и познавательно. Помимо этого, одним из предметов с интересной историей стал старый светильник в форме планеты Земля с возвышенной над ней ракетой. Светильник 60-х годов. Конечно, он создавался в эпоху, когда космонавтика была на самом пике, можно сказать. Когда всё это так бурно развивалось, и поэтому много выпускалось разных продукций, и книжных, и печатных, и сувениров разных. И вот такой вот был выпущен светильник. И главное то, что он 60-х годов, но он ещё функционирует, он работает ещё. Но неотъемлемым предметом на выставке, посвящённой 60-летию первого полёта человека в космос, стал, конечно, портрет Юрия Алексеевича Гагарина. Я покупала его давно, ещё в 90-е годы. Увидела его в магазине, я не могла пройти мимо, чтобы не взять. Вот здесь автор неизвестный этого портрета, но этот портрет мне дорог, и он хранится у меня уже много лет. Стихотворение Елены Шалмоновой. В космической ракете с названием «Восток» он первый на планете подняться в космос смог. Поёт об этом песни Вихиня Копель. На реки будут вместе Гагарин и Апрель. Юрий Алексеевич Гагарин – первый лётчик-космонавт, который положил дорогу в космос. Он облетел планету Земля за 1 минуту 48 секунд. Позднее его мама Анна Тимофеевна написала книгу «Память сердца» о жизни Юрия Алексеевича, которая также находилась среди предметов, представленных на выставке, и вызывала большой интерес у гостей и посетителей. Яна Бурим, Олег Оносов, АТВ «Берёзова». В минувшее воскресенье, 11 апреля, состоялось закрытие зимнего спортивного сезона 2020-2021 года. Первенство спортивной школы «Виктория» по лыжным гонкам проходило на территории лыжной базы. Сегодня у нас закрытие спортивного зимнего сезона 2020-2021. Ребята у нас сегодня присутствует много, более 90 человек участников всех возрастных категорий. В целом сезон, я бы сказала, прошел, как и у всех, мне кажется, с этой пандемией связано, что выездов было мало, ребята мало тренировались. Во-первых, лето было не задействовано, но выезды были. Были после Нового года выезды, окружные соревнования по лыжным гонкам ребята выезжали. Биатлон нынче был не задействован у нас, но на лыжной гонке ребята ездили, ездили в Приобе, ездили в Кантамансийск. Дальнейшие действия ребят будут, ну, зависеть от погодных условий, потому что у нас сезон, как закрыть, мы его закрыли, но на лыжах мы продолжаем закатываться, сходим еще с ребятами в поход, но потом у нас будет Распутица, в Распутицу задействуем спортивный зал, я думаю, тренажерный нам не откажет. Ребята будут тренироваться в зале. Участники были разделены на возрастные категории, которые начинались от 2011 года и младше, до 2004 года и старше. Юноши и девушки преодолевали различные дистанции на 1, 3 и 5 километров. Всего в рамках соревнований состоялось 6 забегов. Сезон прошел на таком, на среднем уровне, из-за непогоды, но все равно наши спортсмены также участвовали во многих соревнованиях. И такой плодотворный получился год, и выезды были, и на Россию тоже наши ребята выезжали. И вот сейчас вот закрываем сезон. Погода стоит хорошая, отличная трасса. По итогам забегов спортсмены, пришедшие на финиш быстрее своих соперников, заняли призовые места и были награждены грамотами и медалями. Я проехал, ну как я понял, уже на первое место. Трасса была не очень, то есть погодные условия позволили. Она стала мягкой, мокрой из-за снега, дождя. Но так проехал вроде хорошо. Сезон, да, получился очень хороший. Было много трудностей. У нас были выезды, другие поселки. Там были хорошие места. Показывали себя. Сезон, в общем, понравилось. Понравилось. Трасса нормальная. Прибежал к первому. Трудно было. Толпа вообще большая. Первый раз тут первое место занял. Да? А вообще за сезон. За сезон. Ну, когда в ханты ездили, тоже первое место занял. А так здесь вот первый раз только. Поддерживали спортсменов их родители и друзья. Я сегодня на закрытие пришел с сыном. У меня младший сын. Ему 10 лет. Миша. Вот он сегодня бежал. В своем группе был первым. Я с самого детства занимаюсь лыжным спортом. Ну, сейчас уже у меня возраст, как говорится. Это, но все равно я катаюсь. Лыжами я занимался очень долго. Ну, почти всю свою жизнь. Какой, по вашему мнению, должен быть характер лыжника, чтобы заниматься успешно? Какие-то занимательности? Ну, должна быть сила воли сначала. И любить свой спорт. Тренироваться. Не только зимой, и летом. В общем, почти круглогодно заниматься. Силовые. Вот. И я что хочу сказать. Чем больше стартов, тем быстрее приходит успех. Официально лыжный сезон завершился. Но отправлять лыжи на летнее хранение еще рано. Любители лыжного вида спорта смогут еще прокатиться по своим любимым трассам. Пожелаем им удачи в следующем сезоне. Анастасия Князева, Роман Тягунов, АТВ «Березово». Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube. Смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова